Добрый день, Игнатий Тихонович. Добрый день. А почему Вас не видно? Ой, простите, сейчас я сделаю. Вот, теперь вижу. Я... У меня, конечно, очень... Два вопроса меня волнуют. И я из зарубежной церкви окрамлялась у владыки Антонио. Я 11 лет работала в Италии, и он к нам приезжал два раза в год. Вот, но у меня такая вот проблема. У меня здесь был один человек, он из братства, которое организовал Серафим Роуз в Сергеевском посаде, в Тройском Сергеевском посаде в Москве. Вот, и я ему рассказала, он мне говорит, что мне надо принять крещение. Я говорю, ну как, у меня владыка, он присоединил меня к зарубежной церкви, и по мазаниям, я ему рассказала, как я крестилась. В детстве меня крестили. Я не знаю, как в московском патриархате, в младенчестве. У меня мать, моя крестная и отец, они очень далеки от Бога, они практически неверующие были. Вот, и когда я спросила уже нашего священника из московского патриархата, когда я ходила еще, он мне говорит, что надо креститься, Валентина. Я говорю, не будет это посуждение, нет, нет. И он в московском патриархате меня крестил, но обливанием. Он читал молитвы, как для крещения, но через два года мы потом ездили в Иерусалим с архивадритом Марком из Равенской православной церкви. И мы в Иордане опускались в воду, мы заходили в воду в рубашках с молитвой, и он нас, каждого называл по имени, и опускал три раза в Иордан во имя Отца и Сына и Святого Духа. Я это всем рассказала Владыке Антонию, и он говорит, вам не надо креститься, вам только надо присоединиться к церкви миропомазанным. Но вот этот человек, Александр, он мне говорит, что вот он мне отдал ваши координаты, рассказал о вас, и даже я слушала ваши проповеди. Он говорит мне, посоветуйся еще с Игнатью Тихомичу Лапкиным. Вот что вы мне скажете, как я, крещеная или не крещеная? Ну, сначала об Антоне. Это Орлов? Да, да, Антоний, да, да. Я у него жил на дому в 92-м году в Лос-Анджелесе. Да, да, да. Я его хорошо знаю. Он к нам приезжал по Теряевку два раза. Теперь относительно крещения. Если не было погружения, это не было крещением. Но вы, говорите, были в Иордане, и там смещение... Так он говорил им, что это крещение. Говорил такие слова. Крещается раба Божия Валентина во имя Асаминь. Не могу сказать, потому что мы заходили с молитвой, и он каждого... Я была не первая, и он каждого из нас опускал воду. Нет, это не крещение. Правильно. Ну, сколько вот узнаем, это так принято купать. А как крещение это никакого отношения не имеет. Вот купание на крещенские бывает в дни 19 января. Это не крещение. Крещение, тогда человек готовится, отвечает на вопросы. И он уже спросит, верует он, не верует в Господа нашего Иисуса Христа? Ну, как положено, по канонам, по чинам. Это 50-е апостольское правило. И тогда произносит, крещается раба Божия, и дальше во имя Отца погрузилась, Аминь, Сына, Аминь и Духа Святого. Если этого не было, это не было крещением. Просто купание, принятые обычаи, обряд. К крещению, к таинству это никакого отношения не имеет. Значит, мне надо по новой креститься. Ну, не по новой у вас, просто его не было, ничего нового там нету. Просто... Ну, сегодня, допустим, Московская патриархия, мало где крещат, полное погружение. Но выступает, вот митрополит Алфеев об этом пишет, Иларион все, что у нас во всех книгах написано только в полное погружение. А все остальное это от безобразия Поповского. И поэтому Бог не может утверждать то, что не от него. Мы видим, Евнух и Филипп оба сошли в воду. Мы считаем Деяния апостолов. И крестил где? Говорит, в Яноне, где было много воды. А зачем много воды-то? У нас икона такая-ка на берегу стоит, и по-католически черепушкой там выливает. Как они такая-то, да. Ну, это неверно. И оба сошли в воду, сошли. Вот вы видели, зайдите на наш Ютуб, как у нас приезжают креститься. Вот у нас нынче 12 июля будет крещение. Из Франции прилетает, из Германии. Мы в 14-м году были в Риме. С нашей миссией были там. Я папам подарил книги свои еще. Франциску, Венедикту. Вот. Могли встретиться даже. Мы проходили до Португалии, Лиссабона. Прошли Скандинавию, Прибалтику. Я везде книги. У меня 38 книг вышло. Я их в каждой библиотеке дарил. Эти книги глубоко христианские. Новый Завет с полным толкованием. Так что относительно крещения, тут все наши книги одинаково говорят. Только в полное погружение. А если не было, не было, значит, ничего и не было. В любом таинстве необходимо что? В крещении нужно вера и вода. Верующие. Здесь приходят люди сегодня ни веры, ни воды. Но нужно третье условие. Это бесплатно совершается. А сегодня деньги за это берут. То есть по всем трем параметрам это кощунство, профанация, обман. Ясно. Вот это мне ясно. И теперь... Да, но я вам говорю по правилам. Допустим, вы говорите, а я не знаю, как была. Это 6-й Вселенский Собор, 84-е правило. Вы можете записать себе его. Вот. 6-й Вселенский Собор, 84-е правило. Если ты не был крещен, не помнишь, как тебя крестили, нет, ты это был... Ты немало не сомневаясь, прими полное крещение, да не будешь лишен таликой благодати. А если это второй раз, никак тебе это не помешает, потому что ты не знал это. И когда священник крестит, он говорит, ащи не крещен. То есть никто этого не знает. Бывает, в детдоме отдан человек, а он не знает, он не помнит. 6-й Вселенский Собор, 84-е правило. Да, которое говорит, если ты не знаешь, ты вот не помнишь, ты немало не сомневаясь, прими настоящее крещение от рук священника, незапрещенного. То есть он незапрещенный. Ясно. Сектанты крестят, они там, никто у них там, он еретик, да еще и опрокинуть на спину, на спину. А на спину это не в смерть Христова, а в положение во гроб. Христа ложили так. А в гроб, сказать, о крещении, он должен, как на кресте Христос умирал, прибитый, стоя, пригнул колени, ушел в воду, вынырнул. И Иерусалимский Кирилл так и говорит, выныривая из воды, выныривая, мы воскресаем для новой жизни. Опускаясь под воду, мы погребаемся для прежней греховной жизни. Это все объяснено? Ясно. Ясненько. Теперь еще у меня один вопрос такой. Мне окромляться негде. Я спрашивала у владыки, можно ли мне окормляться у староверов? Он мне сказал нет. А где мне окормляться? Куда мне идти? Ну, в перуше слово окормляться, я его называю поганым словом. Этого нету в Писании. Слово окормляться, мы посмотрим слова Режика, означает отравляться, перекормить. Извините, я не знала, прости меня, Господи. Вот вы знали, ну, окормить, как? Ребенка окормила, и он взблевал ребенок. Окормила мать его. И слово окормляться, есть причащаться тайн Христовых, тела и крови. Вот это, это так написано. Совершается вечер, и подал и сказал, не сказал окормляйтесь, а сказал ешьте, это тело мое, кушают. Теперь, если он нигде вам ничего лучшего не показал, вам нужно подумать, где есть вблизи. Раз в год хотя бы съездить. А может, два года один раз. Есть у нас возможность съездить в этот, в Питер, к владыке Стефану в Питере. Ну, вот вы узнаете, где. А то там на Украине, он отошел, правда, от них, Пашковский. Агафангел. Ну, на Украину я боюсь ехать. Ну, ну, теперь вы уже, это, без ведома Антония ничего не делаете, раз вы к нему принадлежите. Он показал тоже. Да, он мне, во-первых, говорил, что он сам приедет сюда, в Беларусь. Но я как-то боюсь. Боюсь за его безопасность. Вот, поэтому я, я так думаю, я с ним переговорю. Он мне говорил, что окормляйтесь, причащаться у владыки Афанасия в Москве, либо у владыки Стефана в Питере. Ну, один раз в несколько лет съездите, вам довольны для этого. Немало не переживайте. Иоанн Златоуз говорит, не одобряется ни частое причащение, ни редкое, а одобряется, когда человек готов очистил сердце свое, с великим страхом, ну, по-христиански как. А вот люди, которые начинают часто причащаться, а сами не готовы, они, как правило, делаются бесноватые, совершенно одержимые. Потому что многие больные, немало умирают, потому что они рассуждают о теле Господнем, о теле, которое висело на кресте, на Голгофе. Не о том теле, которое в чаше, в чаше, которое тут, понятно, на Голгофе, что он умер за нас, что на его плоти, телом своим, он искупил нас от смерти вечной. И человек должен понимать, с трепетом подходить к этому. А не так, чтобы обычный пришел, пришел там, рот разлинул, проглотил. Потому многие больные, немало умирают. Почему люди такие больные? Да, ясненько. Вот так. Значит, я могу два раза в год или три раза в год к нему ездить и причащаться? Если есть возможность, я вам сказал, раз в год, раз. Это Ян Златоус говорит. Иные в монастырях причащались один раз за два года. А если вы имеете возможность съездить, ну, съездите и два раза, вам этого достаточно. Особенно Великий пост, поговейте усиленно, причащитесь, побудьте с народом Божьим. А то, что каждый раз там надо далеко ездить, где-то, этого нигде нету. Это люди на это надеются. Надеяться надо на Христа. Он всегда с нами. Когда мы живем по Его заповеди. Ой, благодарю Вас. Благодарю Вы. Меня как камень у меня слетел. Поговейте хоть. Так, если Владыка Антония, если появится, ему поклон передайте. Нашу благодарность. Спасибо Господу передам. Я буду с ним... Мы по-прежнему находимся, мы вот находимся в русско-православной зарубежной церкви. Поминаем на богослужение Илариона. Так что... Мы приняли акт о каноническом общении, но в патриархию мы не вошли. Мы знаем, они нас уничтожили сразу. Поэтому я и переживаю за его безопасность, если он сюда приедет. Я его знаю. Он патриот. В его понимании. Он большой патриот. Я попутно спрошу. Его жена-то Павла как? Павла умерла. Когда? В 13-м году. В 13-м или в 14-м. Что-то... А как у него дочка Татьяна? Вы знаете, я не могу сказать, потому что мы на эту тему с ним не разговаривали о его семейных делах. Но его вот эта Татьяна, как мне рассказывала наша Анна, она как организовала нашу общину, она с ним более поддерживает отношения, то она ведет его почту, она как секретарь у него. Нет, не Анна. Что, Анна? Татьяна, его дочь. Татьяна? Да, я знаю. Она не замужем. Она не замужем. И вот она помогает отцу, она отправляет нам его проповеди. Мы получаем от него проповеди его. Понятно. А где Анна, которая у вас там? В Италии. Вот я в Италии работала 11 лет и к Богу пришла именно там, в Италии. Мы с ней переписывались долго. Она спрашивала ехать или не ехать в Россию. Я знаю ее биографию. Она долго ждала ответа. Я молился и говорю, ответа нет. А потом я помолился и говорю, ответ, сегодня я получил ответ от Господа. И выписали место Писания. Я говорю, ты слышишь, какое место? И это написанное место. Пойди к твоему духовнику. И теперь, что он тебе скажет, так и поступишь. Я не пророк, никто. Я молюсь и слушаю, что мне Господь скажет. Какое место Писания. Это его слово. Я подхожу очень осторожно. Но Владыка ее не благословил и уезжать просила. Она там и осталась. Ну вот и все. Все. Вот я говорю, как скажет, так и поступит. А вот этот Александр, я не знаю его фамилии. Просто Анна меня попросила, чтобы я его приняла у себя и оказала помощь. Он находится в гонении, у него нет ладов с властями. И ему деваться некуда. У него жена в Америке, и он поехал туда, в Мексику. Про Александра. Да вы про кого говорите? Александра из братства. Да, Серафима Роза. Вот он на сегодня уехал туда, к жене. И вот мы с ним на эту тему разговаривали. И он мне дал бас. И Анна с ним разговаривала. Она с ним общается. Она мне попросила, чтобы я его приняла. Конечно, отказать я не могла. Он у меня тут побыл и уехал. Он много мне кое-что рассказал. А почему? Как он мог вас ко мне направить? Он как знает? Я не знаю как, но мы слушали ваши проповеди. И он говорит, вот человек, которому я полностью доверяю. Который говорит, точно, точно живет по заповедям Божьим и по Евангелию. Он растолковывает Евангелие. Говорит, еще поговори с ним. И он мне сказал, что Валентина, ты не крещеная. Не получается, что ты крещеная. Он правильно сказал вам. Поэтому не торопитесь. Узнайте, где преподают истинное крещение. Вот у нас, я говорю, приезжали целое семейство из Германии. И нынче приезжают из Франции даже. У нас многие с разных мест приезжают священники. Даже патриархиные принимают крещение. Возвращаются и служат. Так мне у Владыки Степана окреститься. Не знаю. Вы как-то уведомите. Напишите письмо или как? Владыке Антонию это, чтобы было все по согласию. Чтобы он вас благословил на это или как? Я не думаю, что он будет противоречить. Ну а если уже, ну никак, то тогда уже придется вам заботиться о душе. Просто упросить Бога, чтобы дал вам силу, крепость и разумение. Но в первую очередь это поговорить со своим правящим архиереем. Такой у нас закон. Мы православные. Поэтому, если уже он явно будет против, то отступим еще. Он должен объяснить, почему. В Иордании это не крещение было, никакого отношения не имеет. Дальше вы не помните. Я вам говорю правило. Апостольское, 50-е. Если крестит в них полное погружение, да будет извержен. Он уже не священник. Ну вот в Московском патриархате священник у меня сестра доходит. Я ходила. Он вот крестит людей всех сверху, обливанием. Как мне этот Александр говорит, Валентина, ты ходи, помолишься Богу. Я говорю, я дома помолюсь. А он говорит, ну, нельзя говорить, что там нет Божьей благодати. Я, говорит, очень осторожен с этими вещами. Я, говорит, не знаю, как это говорить. Я говорю, ну... Он правильно говорит. Правильно. Именно так. Ну и мы, священник, вот возьмите наш материал и подайте. Так, мы все выставляем в интернет. Вы не против, что это будет выставлено для научения других? Вы только зайдите сюда на наш видеоканал. Просто видеоканал открытым оком. Игнатий Лапкин. И там, где ты... Запишите себе. Давайте. Видеоканал? Видеоканал на Ютубе, Ютуб, Ютуб. Называется открытым оком. Глаз, глаз ока. Открытым оком. И можете даже поставить во свете Библии Игнатий Лапкин. Вот это вот. И вы сразу выйдете нам. Это сокровище неоценимое. Дальше. Зарядите в Яндексе или в этом, в Гугле слова. Сайт Игнатий Лапкин. Сайт. И потом еще один раз зарядите форум Игнатий Лапкин тоже. Вы найдете наш сайт. Ему равных, наверное, в мировой даже сети нет. Там 50 книг моим голосом начитано. Все тома Златоуста, Жития, Библия, Архипелаг ГУЛАГ. Это все там есть. Это огромный-огромный наш сайт. Ну и форум там 1500 тем. Он очень богатый. И там вы найдете ответы утешения. На Mail.ru там у меня тоже очень большой материал стоит. 12 тысяч только фотографий. Mail.ru это мой мир. А на Ютубе-то вы тут найдете. Там поисковик, увидите точкой, где... Ну, просто ткните, увидите, где поисковик. И зарядите, что вас интересует. Крещение. И вы увидите, как крещение идет. Вам не надо ничего больше говорить. Запишите 6-й Вселенский Собор, 84-е правило. 6-й Вселенский, 84-е. И апостольское правило, 50-е. Вот под этим роликом я поставлю материал о крещении. Он, может быть, дня через два уже у меня выйдет здесь. И вы тогда прочитаете все. Все. Какие святые отцы, какие каноны, какие жития святых. Это громадный материал. 136 свидетельств говорят о том, что надо только в полное погружение. Не полное, это там, где больной, нельзя его раздеть, раздавлено, или в тюрьме, или это там, в плену. Ну, это и понятно. Но когда человек крестится не в полное погружение, допустим, больной был, то его, это крещение принимается у него, обливание. Потому что он больно. Но когда он выздоровеет, его священники ставить нельзя. Потому что он пришел, когда ему смерть уже нож подставила. Но если уже совершенно не будет кандидатуры к священнику, церковь делает исключение. Ну, весь народ его желает и прочее, тогда можно. Видите, какие правила? Почему? Церковь – это любящая мать. И все каноны, они на любви основаны. О которых вот я говорю конкретно. Нам нет нужды никакой нарушать. А иначе какие мы православные? Молодечная, недалеко от Минска. А вы в каком городе находитесь? Ага, в Белоруссии. Да, да, я сама из Белоруссии. Так вы так в Белоруссии и находитесь, да? Я уезжала на заработки, потом возвращалась, потом опять уезжала на заработки. Сейчас вот 30 километров. 70 километров. А Минск далеко от вас? Минск. У них там в Центральной библиотеке, национальной, все мои книги. Да, Центральная национальная библиотека города Минска. Дальше в Гомеле. В Гомеле, это где мы проехали. Ну, Украина – это другое, там Киев, там очень много мы ездили. Мы проезжали когда-то и в Молдавии, там уже Германия, Польша, Австрия. Ведь в каждом государстве я везде дарил свои книги. Книги эти полностью основаны на священном писании. Сугубо православные. Конечно, не нравятся священникам, потому что они очень обличительный характер несут. А при том, это не мои слова. Я просто беру вместо писания. В каждой книге 3000 ссылок на священное писание. Скажите, а как вам, как можно приобрести эти книги? Слово Божие. Ну, закажите. Из Беларуси недавно у меня один получил. Я вам тогда скину здесь же, какие цены и что. Но так как вы, если бы у вас кто-то был в России, и на него адрес был, и они бы получили книги-то, тогда бы это вам было дешевле. А так это пересылка только одна будет, тысяча шесть, может быть. Старший сын в Нижнем Новгороде. Вот, в Нижнем Новгороде мы в прошлом году были, там тоже мои книги находятся. Вот, вы хорошенько так все обдумайте. Я вам покажу, где книги находятся. Вы с ними ознакомитесь в интернетной версии и посмотрите, что вам нужно. Иные все книги выписывают тогда, ну, как переводят деньги, а потом я высылаю. Или отдельно Новый Завет, полное толкование с откровением. Там шикарнейший. Мы были в Беларуси, я подарил Лукашенко лично, от него благодарность получил. От Александра, батьки вашего. Ваш президент один из лучших, каких мы знаем в настоящее время. Как вы считаете, вполне можно, да? Вполне. Конечно. Он по всему свету ездит. Но я не знаю, как, если ему где-то какое-то там что-то в паспорт не поставили. Вот мы ездили, мы везде открыты нам. Мы получили паспорт. Он с нами, мы трое ездили. И собака. Собака защипированная была, ну, ветеринарные справки. Все у нас было сделано. Нам препятствий нигде не было. Мы прошли Турцию полностью. Турцию. Шесть мусульманских республик. Три раза в Чечне были. Понимаете, нас пугали. Там голову той корешет Дагестан. А нас принимали как родных братьев. В доме у мулы ночевали. И это все в интернете. Как мы там беседуем, открываем Библию. Как я им рассказываю о Христе. Это надо все увидеть. В Ютубе. В Ютубе там 2890 наших русских. Представьте, сколько. Там все. Как у нас детский лагерь, как деревню православную строим. Вы все найдете, когда зайдете на наш канал. Канал «Открытый боком» в Ютубе. На этом канале. На сайте. Нет. Они на сайте. Сайте. О книгах я вам там скину. Я поставлю вот этот ролик. И сразу скину. Под ним будут комментарии. И вы смотрите. Только мне уже тут недолго быть. Я уезжаю с детским лагерем. Я создатель детского лагеря православного уже. 44-й год его начальник. 44 года будет. И ни рубля государство нам не дало. И вот мы тысячи детей подняли. Представь себе. Да. Да в любом государстве я бы рядом с президентом сидел. И люди, какие у нас деревни, которые докажут, что они не лгут, не пьют, не курят, не матерятся, не воруют. Конечно, я так рада за вас. Да такие люди-то на вес золота сегодня. Конечно, я понимаю. На таком взял так. Это очень-очень непросто все. Да, потому что они неприятели. Потому что землю мы получаем, а она кому-то принадлежала. Это наша бывшая деревня когда-то. Люди злобствовали, там пакости делали. У нас была одна лошадь, ей штырь в бок воткнули железный даже. Погубили лошадь. Но сейчас дело получше стало, потому что кто-то там, которые хулиганили, примерли, их нет, у кого посадили. Нет, это не от нас зависело. Просто так Господь их сделал. И к нам приезжают. Мы не вошли в московскую патриархию, но приняли акт о каноническом общении. Когда вот это совещание у них там было, вояки, где там было, брат мой ездил в Сан-Франциско, мы были категорически против всякого общения с патриархией. Но мы никогда не считали ее безблагодатной. Никогда. Но сказали, какое бы решение на синоде там не приняли, мы ему подчинимся, чтобы нам не забонтовать, не выразиться в секту. И мы так все и сделали. Нам было это все очень непросто. Эти патриархии нас сжгли со всех сторон, они клеветали. Мы сейчас только две наши общины остались, которые не вошли. Ни к кому не присоединились, а как были за Иларионом, так и остались. А Антони, Антони нам дорогой и близкий. Я у него на квартире жил. Мы с ним проехали от океана до океана, через всю Америку ездили. В Сан-Франциско были, в Сакраменто, ну везде. Мы даже задали ему вопрос, как вы не боитесь, все-таки 84 года, и вы на самолете летаете. Он говорит, что бояться? Со мной, говорит, Господь Бог. Меня сам Господь Бог храняет. Ну, я его знаю, просто знаю. Он приезжал к нам, и мы с ним в машине вдвоем ездили, собирали гуманитарную помощь для нас сюда. Огромный-огромный контейнер. Нам ни один грамм не попал. До Санкт-Петербурга дошло, и все своровали. Один, правда, написал, говорит, я ем сейчас здесь какие-то там, ну, что там прислали, и написано на вас адрес. Вы простите. Милиция приходила, ночью взламывали все, и все вывозили. Мы привезли там станки, такие деревообрабатывающие, подарил один ослеп предпринимателю русский. Ничего не дошло. Ничего. Швейные машинки. Но иконы и книги все дошли. Вот удивительное дело. Ну, мы в Жорданвиле, я был неоднократно, там просто жил у Владимира Русака. Воспоминания об Антоне, вот. Ну, он не Антоний, тогда-то был, когда я у него был. Никита Феоктистович. Да, Никита. Никита Феоктистович Орлов. Как он в Китае был. Как они в Китае были, он все рассказывал. Он к нам, может быть, отрицательно относится, что мы имеем общение с патриархией, но мы не в патриархии. Но его отношения на меня не действуют. Я по-прежнему люблю его и каждый день молюсь за него. И вы вам скажите. У меня ни одного дня не было, чтобы я его святое имя Антония не поминал перед Богом. Он может меня там ругать или что-нибудь сказать за то, что мы знаем с патриархией. Но нас это не трогает. Вот архиерия и патриархия, он приезжает, у нас вместе служит. Поминает патриарха и Илариона. А когда уезжает, тогда мы патриарха не поминаем одни. Две общины. В Барнауле и Потеряевке. Мы так и относимся к русской православной церкви за границей. У меня к нему претензий нет. А у него могут быть. Он может меня как-то назвать. А меня это не касается. Я просто люблю его. Моя любовь поборает все негативные явления в мой адрес. Им ничего не сделать. А что он сделает, если я его люблю? Мы тоже его очень любим. Он ударит, а я его руку поцелую. И скажу, благослови воду. У меня еще документы есть. Могу проезжать границу до 3 декабря. И он, наверное, скорее всего, приедет. Либо в сентябре, либо в октябре. И я хочу поехать тоже в Италию в это время, чтобы снять. Вот вы зайдете на YouTube, когда вот этот ролик будет стоять в числе первых. И там под ним все комментарии. Но меня уже здесь не будет. Потому что в среду я вывожу детский лагерь уже. И там уже придется, не придется. Там интернет у нас есть, но место такое. Тем более, через модем это такой флешка как вставляется. Я выставлю, покажу вам, где их посмотреть вам. И вы тогда закажете, что нужно, напишите. Напишите. Порядок такой. Вы можете там у вас, если есть доллары, долларами выслать. Можете рублями. Разницы мне никакой нет. А не деньги мне все равно. Я тогда через сына старую, через дверь. Только я вижу их, они сразу уходят, отдаем на нуждающихся. Да. Да, если в России кто-то есть, скажите, это будет дешевле. Ну, можете на себя, если средства есть, мы прямо туда и пошлем. Вот недавно у нас один, я не знаю, какой-то город у него там, Барановичи или что-то такое. И мы туда отсылали ему. Он в несколько приемов получил все книги. Я все равно проеду к сыну, я еще его не видел, я только вот приехала. Так, я вам замечание сразу сделаю. Вы на меня посмотрите, на бороду так. Чтобы вот так вы были закрыты. Грудь была всегда закрыта. Хорошо. Да, вот так. Второе, когда будете, если что-то выходить, чтобы были в платочке. Потому что непокрытая голова, это все масоны придумали, свидетельствует о том, что человек не молится, женщина. Мы были в мусульманских местах, мы ни одной женщины без головы в бора не видели, нигде, ни на улице, нигде. Все по форме хиджап надели. Я очень благодарна вам. А мы христианки. Так что на меня не вздумайте обижаться, что я делаю замечание. Да, слава. Видите, мы один раз встретились, и мы должны прославить Бога вместе. И нам так хорошо. Вам сколько лет-то? 67. Вам не даже. Ну вот, переверните эти цифры, и будет у меня 76. Ну, видите, я с ребятишками вожусь все время. С молодежью, со студентами. Я много вел занятия в разных университетах везде. Держу голубей, я туда-сюда лажу, и, наверное, где-то так и помру, набегу. А в детском-то лагере у меня велосипед я гоняю, у меня никогда техники не было. У меня вообще ничего нет. Ну, это так, как по Божье. Жил, как пташка Божья. Они меня обижали, несколько раз сажали, я в пяти тюрьмах отсидел за Слово Божие. Я знаю, 26 лет меня гнобили при психиатрии, никуда не давали устраиваться. А потом все это признали, и все, как говорится, злоупотребление они назвали. Я был реабилитирован, и вот где я сейчас нахожусь, я суд вел, 11 лет судился за то, что у меня изъяли эту фонотеку насчитанную где. Ну и выиграл этот процесс, но они не полностью отдали. Ну, в центре города Барнаула, это наша столица Алтайского края, 13 соток и два дома, в одном мы молимся. Как с неба Бог опустел. Это все там в книге написано, когда зайдете на сайт, и там книга для Слова Божия нет уст, с фотографиями. И там видно, как я арестован, иду, меня ведут, в машину сажают. Вот, из зала суда. Да. У меня врагов нету. Ко мне на дом даже следователь приезжал, книги покупал. Вот, прокуроры, даже КГБ, которое меня сажало, и он приехал в начальник и купил книги. Мои книги, видели, в библиотеке у Путина я подарил. Книги изданы так, что их никогда никому не издать. В трех книгах 240 святых иллюстраций. Библию Гюстава Дара. Мы сами раскрасили. А то, ну, Бог сделал так. Надо жить, радоваться. Слово Божие говорит, радуйтесь. Всегда радуйтесь. Никогда не скорбите о пустом. Скорбить надо только о грехах, где ты отступил. Ну, и тогда скорбь не должна поглощать радость. Ты раскаялся, поплахал, поблагодари Бога, как Ян Хараштадский говорит. Я согрешил, но я помолился, и он просил меня. То есть, должна быть уверенность. И вы увидите, как мы там молимся, когда на собрании. В конце собрания, как мы поднимаем руки, и малые дети стоят. И просим милости Божией. Вот у нас заходят, когда в храм, 7 минут полное молчание. Ни с места никто не изменится. Мы молимся, благодарим за неделю, чтобы у батюшки было служение, как должно, говорится, огненное. А потом открываются царские врата, начинается служба. Вот если бы к нам сюда владыка Антоний приехал, и он бы согласился послужить, то он мог у нас послужить. Мы их не зазираем никак. Он же на суде Квачкова, генерала Квачкова, полковника Квачкова, его же судили. Он сейчас в тюрьме сидит. И он на суде, только начался суд, он встал, судьи вошли, и он начал петь царю небесную утешителю. Очень наши. Пока он это не спел, никто в зале не сел. Все стояли. Судьи стояли красные. Митрополит Антоний. А кто пел? Кто пел? Кто пел-то? Там он приходил на суде, когда Квачкова судили. А мы за это Владимир Васильевичем молимся. Ему, значит, в посольстве русском сказали, мы потеряли ваш паспорт. Он получил по-новому, и по-новому сдал, и ему отказали. Но снова можно получить? Да. Вот, поэтому я когда ему сказал, я уезжаю, он говорит, я приеду. Удивительно даже. Но я как-то вот волнуюсь, волнуюсь, и не знаю, я бы очень хотела, чтобы он приехал сюда к нам. Ладно. Видите, мы сошлись на чем. Я его не просто знаю, а жил у него. И я не знаю, кто с ним столько ездил, он прекрасный шофер. Но мы ездили там тысячи километров. Везде. Он даже преподавал английский язык, и я у него как ученик сидел там среди этих мексиканцев. Я когда-то занимался языками, разговаривал по-английски, по-немецки, а все это забыл, теперь уже 50 лет назад было, 60 даже. Ну, а в Америке был я сколько там, даже по телефону, и с полицейскими уже начал по-маленьку разговаривать. Вот эти башни, которые две свалили, его дочка меня туда поднимала на эти. Кажется, она меня водила. Сейчас даже могу ошибиться. На одной из этих башен торгового центра. Ну, это в 92-м году. Июль-Август я у них был. Тогда я был жил в этом... После него я жил прямо в Синоде, и там был архимандрит Арсений. Арсений, могучий такой человек. И он мне подарил, увидел, как я люблю Златоуста. А из Златоуста последнее издание итальянское, в Италии, зеленого цвета. И он мне подарил. А когда были в Вашингтоне, я был, то отец Виктор Потапов подарил мне компьютер. А везти-то можно только груз, определенный, в самолете-то. Я подержал, и думаю, компьютер я у себя найду. А Златоуста прижал к себе. Думаю, будет если катастрофа, меня найдут там уже на дне моря со Златоустом. Я его все 12 томов насчитал на пленке. Они на нашем сайте. Вы можете их отскачать. И дальше сиди, дома занимайся, а я перед Вами буду считать. Ой, Господи, я так благодарна. Это очень удобно, когда глаза еще и зрение слабое дают. Да, ну вот такие вот у меня небольшие вопросы. Слава Богу. А я спрашиваю, кто такой, откуда? Проблематично для меня это... Не знал. Не нужно. Так, я еще попутно скажу слово «проблема». Я искоренил из слова, а оно не нужно. Это американское слово, они навязали. Нерешенные вопросы? Да. Вы просто... Нет, я это слово абсолютно не восприемлю. Если проблема, проблема, она ничего не говорит. Ее нет ни в Библии, ни у святых отцов. Это американское, американизм эти навешали на нас. А когда ты говоришь, что вопрос не решен, я молюсь Богу, он решает. Да, спасибо, с Господи Божьей помощи, Божьей благодати вам, здоровья, здоровья и благополучия во всем. Если ничего нет, отходим. Заранее 10 июня я должен вернуться, а 10 июня я уезжаю. А у меня 9 июня у меня день рождения, день ангелов. Здоровья, здоровья, здоровья и здоровья. Спасибо вам, Антон. Удивительность. Спасибо, Христос. Душевное спасибо вам. Спасибо, Христос. Все, отключайтесь. Ну вот я, вы знаете, давно уже не пользовалась компьютером и делаю... Гоша в моей кашу в сказке. Она варится, каша. Остановить, говорит, не знаю как. Ага, вот, вот вижу, вижу. Там, наверное, у вас есть вот красная трубка. Ее на нее... Ну все, всего доброго, до свидания вам. Антон, охранитель, охрани вас Господи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.